Т-34-747. Лучший выбор воинствующего школьника. Покупая этот танк, ты получаешь нагиб в своем первозданном виде. Никаких дополнительных условий. Только раш по центру в стиле аса Алалошки. Только танкование всеми углами твоей брони и за броневое, увидев которое ты поддавишься своим вонючим пирожком с капустой. Хватит тратить деньги на обеды по назначению. Т-34 это твой танк. Это твой выбор. Эй, другие, в эфире Берди Буч. Так как я слоу... пок, я долго не мог удосужиться приобрести немецкую 34-ку. Я всегда знал, что этот танк, мягко говоря, выдающийся, но как-то все не доходили руки. И вот, наконец-то, руки дошли, и я его приобрел. Возможно, это самая лучшая моя покупка в этой игре. И ваша наверняка тоже. В чем же его фишка? В том, что для противников это один из самых неудобных танков. И если вы не знали, то это, пожалуй, самое главное условие для победы. Поставить противника в невыгодное положение. Не будем скрывать, что игроки, это танк не имеющие, наводят на него напраслину, называя его им бой и прочими плохими словами. Встречая его в бою, матерятся даже многодетные матери с высшим образованием и старшие помощники младших научных сотрудников. Какие эмоции испытываю лично я, когда знаю, что надо найти и уничтожить эту тридцать четверку? Весьма противоречивые. Во-первых, из-за волшебных наклонов брони ушатать ее с ракет получается далеко не всегда. Пулеметами, как тех же несчастных, якобы имбовых, всех в силу отшатающих винрейт заоблачно имеющих пазиков, ее особо не пробьешь. Артой убить? Рандом и чистая лотерея. Обойти? Не так-то просто. Танковать? Не получится. Там же советские каморники. Так что, видя этот тунчис, Берди Буч сообщает своим отрядным о местоположении этой песочной имбочки и отправляется на ее уничтожение. И зачастую это билет в один конец. Его провожают взглядами полными сочувствия и скорби. А что делать? Катку-то кому-то тащить надо? Но главная фишечка, так это то, что эта тридцать четверка играет в тиме с немцами. А значит, ее страшнейшие враги теперь ее лучшие друзья. И вот отсюда все ее плюсы для нас и минусы для врагов. Если тридцать четверки опасны для пазиков, то для танков-союзников тридцать четверки вообще как кошмарный сон. У них нет ультимативного пробития, а у нас, кроме всего прочего, есть небольшие экраны во лбу и по бокам корпуса. Экраны и траки, конечно же, никогда лишними не бывают. В общем, вырисовывается, откровенно скажем, имбочка. Имбочка песочная, но тем не менее. Для новичков, например, крайне неприятная. Но резонно будет предположить следующее. Часто можно услышать такую вещь. Ой народ, да не имбата М18. Вы сначала попробуйте сами. Не все так гладко. И это в 70%. Процентов случаев так и есть. Но в случае с Т-34, как раз таки все, именно так, гладко. Что вы думали о ней, видя ее в соперниках? То же самое вы будете думать, на ней катая. Внимание, впервые на этом канале историческая справка. Раньше такого контента мы не делали, ведь читать текст в Википедии не каждый может. Вернее, могут не только лишь все, но мало кто может это делать. Качественно. Давайте попробуем найти в нашем Тунчисе пару веселых фактов. Во-первых, как выяснилось, у немцев была куча этих танков. На конец войны было более 300. Немцы, собственно, дико кайфовали с такого угарного аппарата. И даже когда появился приказ дать всю трофейную технику, много ганцев предпочли втайне на них воевать. Как можно воевать на танке втайне ото всех? Вопрос риторический. Я, конечно, долго могу рассуждать о тонкой красной линии, но скажу одно. Не кажется ли вам странным, что лучший танк ветки немецкой – это танк советский? Я даже молчу о КВ-1, который тоже прем и тоже находится в немецкой ветке. Вы только посмотрите на его остатку. КВ-1 Так, каково это катать на Т-34-747? Крайне приятно. Нагибуче. Расслаблено. Стильно. Модно. Молодежно. Стыдно? Это вряд ли. Стыдно на КВ. Тут, скорее, просто очень комфортно. Можно было сказать о минусах вроде плотной компоновки и средних УВН, но не стоит портить впечатление. Тридцатьчетверки так уж сложились в игре исторически должны обеспечивать игроку комфортный геймплей. Конкретно эта тридцатьчетверка обеспечивает лучшего вариант в фирменном стиле «ушатай всех с вертухана». И помните, наличие такого танка еще не означает наличие скилла, хотя и очень сильно компенсирует его отсутствие. Эти два боя г-г-изи, а ведь я тот еще танкист рукоблуд. Что с таким танком может вытворять настоящий киберспортсмен? Одному маску известно. Ставьте лукасики, пишите комменты, это очень помогает каналу. Зацените нашу группу ВКонтакте, зацените прекрасный паблик Панцирсофа. Ссылка, как всегда, в описании. И, конечно же, подписывайтесь на канал, ведь здесь говорят неправду. С вами был Берди Буч, друзья. До новых встреч. Peace. Субтитры сделал DimaTorzok